Всем привет! Меня зовут Зиненко Игорь и вы смотрите Навыки Рисонавта, выпуск второй. Сейчас мы вернемся немножко во времени и я вам покажу, как я рисовал свой первый постер-иллюстрацию. Привнося свет, вы увидите по этапам от наброска до, в принципе, конечного этапа разукраски. Перед тем, как начать рисовать этот постер, я поискал у себя среди набросков скетчбуки, что же можно нарисовать вообще такого и вот нашел такого паренька, но это был такой маленький непонятный рисунок и поэтому мне пришлось его дорабатывать уже на компьютере. И вообще, когда мы начинаем рисовать контурные рисунки, может возникнуть мысль, какой кистью следует рисовать контурные рисунки. На самом деле, вы можете выбрать любую кисть, которую вам удобно пользоваться или которая по-вашему выглядит стилизованно, но на самом деле лучше выбирать между супер стильной кистью и практичной кистью практичную, потому что порой эти стильные кисти не такие удобные и занимают много процесса в компьютере, особенно если у вас не особо крутой компьютер, они могут нагружать его. Но, в принципе, я не говорю вам, что не стоит брать стильные кисти вообще. Ищите кисти, которые вам больше нравятся, но выбирайте баланс между красивыми, какими-то интересными и удобными. И чтобы вам удобно было рисовать и детали, и какие-то большие рисунки. С практикой я научился использовать разные кисти. Например, для напроска можно использовать какую-то простенькую скетчевую кисть, а когда обводим, можно выбрать другую. Вообще, в зависимости от того, что вы обводите, можно выбрать другую кисть. Например, какой-то квадрат или что-то в этом роде. В целом, кисти имеют большое значение, и каждой из кистей нужно привыкать, как с ней работать. Это примерно как с карандашами. В зависимости от плотности, вам тоже нужно привыкнуть, как следует нажимать на карандаш. Где стоит сделать линию жирней, что сделать темней, что сделать светлей. И, наверное, как и каждый раз, когда я рисую иллюстрации, мне сперва кажется, что я и нарисую по-быстрому. Но это был мой первый опыт в рисовании такой иллюстрации. И, конечно же, он не был такой быстрый. По-моему, этот рисунок занял около недели. Когда рисуешь подобный рисунок, попутно думаешь о том, как будет выглядеть твой персонаж. То, кто он такой. Потому что от этого зависит то, как это будет выглядеть в итоге. То, как он одет. То, как он стоит. То, какие эмоции выражает его лицо. Различные детали могут быть. Это также может зависеть и от ваших предпочтений, конечно же. В ходе своих поисков я понял, что это такой мальчишка, подросток или, скорее, юноша, который приносит какие-то хорошие новости. Или несет с собой что-то свое, что-то светлое, что-то интересное. Несмотря на это, я хотел показать, что он не прям весь такой идеальный, хороший. Но добавить ему некого азорства. Поэтому он нарисовал рогатку ему. Потому что как будто бы ему чего-то не хватало. Для полной картины. Тут я поначалу не спешил все делать сразу чистовым. Немножко откладывал. Такое иногда бывает, когда вы сразу все решите нарисовать чистовым. А потом видите, что есть какие-то недочеты. И вы не хотите их менять, потому что, ааа, ну сколько времени можно потратить на то, что поменялись. Я и так много времени потратил. На самом деле, простой совет. Относитесь к этому как к черновому на Управской. Вообще относитесь к каждому этапу как к черновому. Но старайтесь сделать его лучше предыдущего. Тогда он покажется вам не настолько ценным, чтобы положить его на некоторое время. И подумать, что же можно сделать, чтобы не навредить рисунку, но при этом исправить его. Просто исправлять. Когда вы рисуете подобные контурные рисунки, ваша линия зависит от вашего стиля и от разных личных трюков, которые заключают в себе линии. Например, если вы хотите показать какой-то тяжелый объект, мы его рисуем толстые линии. Если мы хотим показать какие-то изгибы, или допустим, что объекты растянут, мы делаем линии более тонкие. Или когда мы хотим показать свет с какой-то стороны, тоже можем сделать тонкую линию. Поэтому тут как бы есть свои нюансы, которые следует знать, изучить. Может, в ходе практики вы их наберетесь. Либо можете смотреть примеры других художников, и как они это делают, и брать в себе на заметку, чтобы потом использовать. Так, сейчас мы немножко ускорим этап с рисованием кистей. Так как, в принципе, это зависит от техники и практики. У вас в помощи всегда есть собственные руки. Вы можете посмотреть, как нарисовать правильно и пропорционно. Так, не все, кстати. Можно обводить, нужно обводить контуром. Например, узоры какие-то мелкие или сложные какие-то элементы. Вы можете для начала нарисовать их силуэтно, а потом их подправить, подстереть, чего-нибудь добавить или наоборот убрать. Это сэкономит время на этапе, когда вы только определяетесь с видом персонажа. Сейчас мы обозначим тенью источник света. У нас источник света – это свет, исходящий из ладоней, из рук. Это то, что несет наш персонаж. Свет снизу всегда выглядит как-то эффектней, величественней. Я немножко такого хотел добавить на рисунок, поэтому предусмотрел такой эффект на начальном этапе. Затем мы заливаем на отдельных слоях персонажа и фон. Персонажа заливаем отдельно, чтобы в дальнейшем при раскраске не заходить за границей. Это делается с помощью иконки блокировки пикселей, либо вы можете создать обрывочную маску. В принципе, в фотошопе несколько способов, как можно это сделать. Нужно просто выделить персонажа муравьями по контуру и разукрашивать его, не выходя за границей. Для подбора цвета подойдет как и цветовая палитра, так и цветовая коррекция, которую вы можете вызвать либо с помощью клавиатурных сокращений, либо иконок на панели. Если вы включили нужную панель, а какая лучше, я думаю, это зависит от предпочтений. Я работаю из той и с той. Когда нужно просто подобрать на начальных этапах цвет, я использую палитру. А если, допустим, нужно детально доработать его, я использую цветовой тон, насыщенность. А что удобнее, в принципе, выбирайте сами. Если вы не видите всех цветов композиции, начните с какого-то одного цвета. Не факт, что он останется до конца, вы можете его даже в дальнейшем поменять, но этот цвет послужит вам отправной точкой для других цветов. Как, например, в случае с искрами. Я нарисовал такие светлые желтые искры, и нужно было показать, что они светятся в темноте, передают какое-то тепло, поэтому сделал темный фон фиолетовым, чтобы создавался контраст между персонажем, который несет свет, и местом, где он идет, проходит, что-то вроде того. Коррекция тени. По всей видимости, я не знал, что делать дальше. Небольшой скачок. Вы не переместились во времени, на самом деле. Когда я записывал, случились какие-то проблемы с записью, и куска видео не оказалось, но... Я вкратце вам расскажу, что было. Подобрал цвета, затем добавил слой со светом, добавил свет, который исходит от рук, добавил различные рефлексы, можете видеть на майке, как бы от искр рефлексы. Еще в некоторых местах, например, свет на штанах, добавил туман, также для такого более мистического ощущения. Я нарисовал как бы немного вид снизу, это для того, чтобы выглядело более впечатляюще. Все, что у него из рук исходит, это разлетающиеся искры, бабочки, а свет выходит, такой немножко ветра, как будто бы, который поднимает волосы пареньку. Все это делали для того, чтобы смотрелось более эффектно и передавало какое-то воодушевленное настроение. Ускоряем рисование бабочек. Я прикидывал, что может быть с бабочками интересного. Добавил такой эффект движения бабочек. Думал, они будут немножко светящимися, потом это подправил. Добавляем свою подпись. Когда я не добился от бабочек, от бабочек ничего внятного, я прибегнул к исходнику. Решил на бумаге набросать то, как выглядит, сосканировал и завел, чтобы опести более точно. Мне как-то одногруппница сказала, что ей приснилось, как я рисую бабочку у нее на руке. Она спросила, можешь ли ты нарисовать у меня бабочку на руке? Оказалось, могу-могу, но на уровне детского сада. На самом деле, я уже мог нарисовать, наверное, портрет ее, но не смог нарисовать обычную бабочку. Дело в том, что меня не очень интересовало, как рисовать бабочек. Просто два каких-то крыла, я думаю. Поэтому я никогда их не рисовал. Срисовать, в принципе, нетрудно, но нарисовать по-замете другое дело. Поэтому, если вы чего-то не умеете, это всего лишь дело практики. Если вы зададите с целью, то обязательно научитесь рисовать. Теперь подбираем удачное расположение для бабочек, чтобы не переманивало взгляд от основного, от персонажа. А наоборот, чтобы они дополняли его. Это знаете, как с блюдом. Если пересолить или переперчить, тогда оно будет невкусным. Но если достаточно добавить, то это только усилит эффект от вашего блюда. Или если не добавить, то никто и не узнает, но и, может, полного эффекта от иллюстрации вам не удастся достигнуть. Поэтому тут нужно быть внимательным и развивать свое чувство вкуса, чтобы знать, где что следует добавлять. Опять же, ускорим бабочек, но бабочек мы рисуем с учетом света и тени, цвета, исходящего из рук персонажа. Мы тем самым задаем объем и расположение плоскости данных бабочек. Дополнительное окно. Я о нем рассказывал раньше, в прошлом видео. Оно помогает видеть работу в целом и работать с деталями одновременно очень удобно. В принципе, оно не всегда нужно. На начальных этапах мы можем просто отдалить рисунок, чтобы видеть и работать с черновым наброском в целом. Когда я рисовал свет, исходящий из рук, я решил проверить, как это будет смотреться при печати и распечатал такой вариант. Не до конца готовый. Когда я увидел, что руки не так светятся, как я предполагал, это связано с тем, что монитор светится и освещение кажется больше. Но при печати оно выглядит иначе. Поэтому добавил больше света, чтобы выглядел эффектнее при печати. Кстати, появился роботик. Я решил, что это добавит мечтательность и какого-то волшебства. Такая интересная деталь. Почему он живой? Наверное, это от воображения. Чтобы передать полностью то, что несет этот юноша. Что-то хорошее, что-то волшебное. Вдохновляющая надпись. Нужно было немножко подумать, что же там может быть. Было несколько вариантов. Но остановился на этом, который проще было и на английский перевести, чтобы сделать еще и английскую версию этого постера, этой иллюстрации. Что интересно, когда мы работаем со шрифтами, кажется, Photoshop профессиональная программа, она сразу должна выдавать то, что нам нужно. Но шрифты бывают разными. И так или иначе, их приходится редактировать. Где-то сделать расстояние между строками больше, где-то меньше, где-то поменять расстояние между буквами, чтобы добиться необходимого нам результата. Добавил эффект искр от надписи, чтобы смотрелось эффектнее. Сейчас вы увидите окончательный результат. А с вами был Зиненко Игорь и это были навыки Рессонавта. Не прекращайте практиковаться в погоне за желаемым результатом. Если что-то осталось непонятным, оставляйте свои комментарии прямо под видео. И подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних обновлений. До следующего раза! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова